Совсем недавно мы отметили День народного единства. Именно эта тема была одной из основных на поэтическом собрании. По словам Владислава Фатьянова, идейного вдохновителя фестиваля, любовь к творчеству объединяет разные народы и культуры. Мы отличаемся от других людей тем, что пытаемся, то, что была разрушена, дружба народов, мы пытаемся соединить. С Чечнёй у нас один автор работает, мы работаем с Дагестаном. И это укрепляет нашу страну. В рамках фестиваля выступили авторы из Ленинского района, Москвы, Лобнина, Хабина. Приехали также гости с Украины. Многие из них состоят в литературном объединении уже не один десяток лет, но есть и молодые поэты. Эти люди, они открыты миру, понимаете? Они любят мир, они умеют любоваться этим миром. И они умеют это рассказать так, что хочется либо плакать, либо смеяться. Но в любом случае это трогает душу. В своём выступлении Елена вспомнила о великом русском поэте Сергее Есенине, который воспевал в своём творчестве красоту родной земли. Есенин жив, Есенин – Русь, та, корневая, избенная. Я в край Есенина вернусь, когда-нибудь. Большое количество песен автора-исполнителя Станислава Пака написаны на стихи поэтов «Орбиты». Всегда всё-таки затрагивала такая тема, лирическая тема, тема любви, вечная тема. Вот об этом песне в основном. Ну и там песни, которые касаются и о природе, о любви к родине. Подарком для всех членов литературного объединения стал выпуск нового «Альманаха», в который вошли стихи и проза 11 лучших авторов. У поэтов большие планы на будущее. Не дня без строчки, это про них. А значит, впереди новые издания и фестивали. Дмитрий Книга, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.